Сложно такие матчи комментировать, потому что все-таки играли первый тайм 11 в 11 и уже даже предчувствие было, что кто-то будет играть точно меньшее след, потому что последние требования нашего цеха, судейского, да, любая накладка карточки, ну я так думаю, это все-таки вуифа рекомендации, да, может мы сложно перестроиться, но здесь очень надо быть тонким психологом, даже мне кажется, даже люди должны прекрасно понимать, что если мы создаем такие прецеденты за любую накладку, показывать желтую карточку, то очень много будет по ходу сезона провокации, что такое провокации, будет криков, будет любой фол, имитация, крики, будут валяться на поле футболисты, потому что все будут выпрашивать эти карточки, и конечно то, что, честно, я уверяю вас, вы это искренне, я не обрадовался, когда удалился игрок Гродно, потому что опять там это накладка, да, была, если я не ошибаюсь, ну как бы мне бы хотелось, что все-таки этого не было, за эти фолы нас не карали всегда, возможно, когда жестко что-то будет, какие-то стыки, накладки, то понятно, но за каждую накладку показывают карточки, в принципе, я думаю, что это только плюс, наверное, будет для команд, для команд, у которого длинная скамейка, и тогда они за счет этого карточек, потому что карточек это будет море, и будет им легче, а так хотелось бы все равно, может где-то нам в каком-то степени повезло, да, что если так сказать 11 на 10, но команда сразу села в низкий блок, хорошо оборонялась, в принципе, первый тайм был равный, ну, естественно, еще, конечно, хотел сыграть агрессивно, но все-таки здесь ветер, да, был такой довольно-таки приличный, второй тайм сопернику было сложнее, потому что мы уже по ветру играли, и в принципе, благо, что мы, конечно, добились результата очень сложного, считаясь хорошим соперником, мы, у нас мотивация была запредельная, мы разбирали Гродно, потому что, в принципе, смотрели ее с Минском, приезжали, нам очень понравились, команда довольно-таки хорошо выглядела, немножко даже нас удивило неделю назад, и мы были мотивированы, хорошо готовились, ну, и, опять же, благо, что в конце мы забили все-таки этот гол. Спасибо большое, принимаем вопросы. Вопрос такой, не было ли у вас сегодня соблазна заменить кого-нибудь из центральных защитников на игрока группы Атаки, потому что у Йомана ведь второго, ну, одного нападающего удалили, остался один нападающий против ваших трех центральных, ну, Минская Динамо-то вчера делала, да, когда нужно было уходить от поражения, а то, или это не ваш метод? Ну, в этом не нуждались, потому что у нас очень хорошо начинают атаки, и концевой, и рубак. Если бы у нас, допустим, кто-то выпадал из этих двух крайних центральных защитников, то я думаю, что стоило бы, да, делать размен, и, может, убирать, и в опорную зону кого-то ставить. А здесь, как бы, я не видел, у нас очень хорошие два фланга по началу атак, и ни в коем случае я бы это не делал бы. Здесь дело не в количестве. Сколько? В опорной зоне, сколько? В центральных защитников, здесь в качестве. Кто умеет атаки направлять, и видели, что я думаю, что у каждого минимум больше ста, ну, больше ста технико-эктотических действий, они очень, думаю, качественно работают. Нам в этом году, в плане, что вот сейчас на данном этапе легче стало, потому что мы в большей степени раньше играли только правым флангом. Теперь у нас появился рыбак, и у нас уже больше два фланга работают. Начинаем атаки хорошо, так что такого соблазна точно не было. И мы понимали, что самое главное, держать структуру, это непросто, потому что Гродно может в любой момент выйти в атаку, сыграть. Они в атаке всегда хорошо, у них контратака, это у нас качественно. Спасибо. Очень просто. Расскажите, пожалуйста, как команда прожила эту неделю, да, вот этот цикл? Потому что после, были этой скупкой обидно, да, вы так, ну, волновались, что команда может как-то, ну, поникнуть, да, аморально, вот, как это все было там, вообще команда, Краснов тот же. Ну, я думаю, что по Жене вообще вопросов не было, я его поблагодарил за то, что он просто подошел кинать, не спрятался, он подошел, ну, не забил этот спорт. Вообще никаких бы, ну, претензий, это 100%. Претензий только может быть, потому что я хожу на игры почти все дубли, мы подбираем время тренировок. Вот претензии по дублям у меня есть, допустим, как он, он работал вчера и остальные ребята, он очень не понравился, был очень серьезный разговор, потому что играло 6 человек. Что касаемо молодых, ну, именно молодые, они должны все-таки, мы, у нас небольшая скамейка, мы должны все-таки из этих ребят молодых, чтобы хотя бы 2 человека смогли, там, 6 человек, условно, хотя бы помогать, да, нам. Но, к сожалению, пока этого не видно. Что касается команды, что касается моей команды, то, конечно, сложно, сложно, но как-то вот мы мотивированы все-таки были. И посмотрите, по движению Батэ, по движению Брест, после Кубка, по движению Минска, Динамо, по движению Шахтер, да, Кубок все-таки, ну, наложил свой отпечаток, да. И то же самое нам, очень важная была задача восстановить, не лежать на диване, там, да, или там в бане, в сауне, да, а очень много было таких средств восстановления, они часто касаются больше аэробной работы, чтобы подвести к этой игре. Ну, и, конечно, психология, это не последнее, и, в принципе, сегодня Николай Януш, да, вышел, да, на замену, пытались тоже какую-то ротацию произвести. Саша Папуш, Карпович вышел, да, ну, и Олег Потоцкий, как бы, там, Глинов, хотя бы, Глинский играл, хотя бы, с Олегом, но все равно такие вот, как бы, чуть-чуть меняли рисунок. Сложно было, не, не, честно говорю, что непросто, но сегодня игра доказала, что, ребята, до конца шли, да, никто не стоял, пытались прессинговать, понятно, соперников все-таки на одного было меньше, но все равно хотели очень сильно победить, и, благо, хватило сил, наверное, и удачи уже в конце. Хоть, к сожалению, конечно, такие пенальти, когда очевидные, не буду говорить даже, ну, и удаление это сразу, ну, когда все видят, ну, к сожалению, что люди не видят, это, конечно, сложно. Сложно это, как-то, реагировать спокойно, но, давайте скажем, победили, значит, победили, пусть я нам повезла. Спасибо. Еще предложите. Вопросы есть. Спасибо вам с вами. С вами.